Добрый день, друзья! Как обещал, выхожу в эфир только по поводу выпуска новых книг и очередная книга «Неизвестный нацизм. Идеология и пропаганда. Зерны и плевелы». Обращение к вопросу нацизма, может быть, уже кажется кому-то неактуальным, может быть, кому-то кажется, что тема уже выгорела, и так здесь все понятно. Официальная современная пропаганда, которой придуман точный термин «победа бесия», казалось бы, снимает все вопросы. Ну как, они просто все фашисты, они, кто противостоит нынешней олигархии, путинской олигархии, россиянской олигархии, инородческой, интернациональной олигархии. И вот все это фашисты. Все, что до сих пор написано о нацизме, скажем так, в академическом стиле, в академическом духе на русском языке, это советская пропаганда. Одна пропаганда, одна пропагандистская ложь заменяет другую пропагандистскую ложь и предлагает выбрать из двух негативных режимов. Либо интернациональный социализм, либо национальный социализм. Причем именно в идеологическом плане. И то, и другое хуже. Согласно диалектической логике, есть тезис, который опровергает два противоположных тезиса. И тот, и другой. Когда говорят оба хуже, и тот, и другой, оба хуже. И, соответственно, пропагандистское изложение идеологии той или другой, с той или иной точки зрения, которые нам предлагаются, оба варианта хуже, никуда не годятся и к истине никакого отношения не имеют. Эта книга начинает цикл, который уже написан мной. Пять книг завершены. Это первая книга, которая выпущена издательством «Книжный мир». Если вы захотите приобрести эту книгу, то вы в поисковике набираете «Книжный мир», заходите на сайт издательства «Книжный мир», там набираете в поиске А.Н. Савельев, Андрей Николаевич Савельев. И там вываливается список всех моих книг. И из последних публикаций вот эта книга «Неизвестный нацизм. Идеология пропаганды. Зерны и плевелы». В чем основа этой книжки? Во-первых, это изложение того, что есть на самом деле. То есть я взял настоящие пропагандистские материалы нацистской Германии и тщательно их проанализировал, сравнив с тем, что эти пропагандистские материалы декларировали, как бы повторяя идеологические установки. Оказывается, это не совсем так или совсем не так. Пропаганда всегда уклоняется от идеологии, упрощает, примитивизирует ее. Вообще-то посвящена другому оправданию политического режима. Точно так же и сейчас, когда мы встречаемся с пропагандистскими материалами, оправдывающими нынешний русофобский политический режим в Российской Федерации, то эта пропаганда скрывает на самом деле ту идеологию, которая реально заложена в головы тех людей, которые правят нашей страной. И в те времена пропаганда также скорее скрывала, чем раскрывала идеологию. Пропагандистские материалы подразделяются в данном случае на две группы. Одна группа скорее предназначена для широкой публики, вторая для внутреннего пользования в узком кругу. Есть еще и совсем узкий круг, где третьи установки, но мы его не касаемся, потому что нам интересно, чем же нацисты соблазнили немцев. Ну и взяты брошюры, которые ни советские, ни постсоветские историки не читали, ну, может быть, за редким исключением. И я их прочел, перевел с немецкого языка. Иногда это было трудно, потому что готический шрифт очень трудно распознается и трудно читается, соответственно, перевод занимает довольно длительное время. Эти брошюры были переведены в черновом варианте целиком, а более тщательно переведены те фрагменты, которые цитируются в этой книге. Здесь же даны картинки из этих брошюрок, которые, скажем, представляют график подавления безработицы в нацистской Германии, или демографические аспекты, или расоантропологические вопросы. И вы сможете посмотреть реально на то, что пропагандировалось, и оценить мои аналитические материалы в отношении того, что мне попалось в руки, и то, что я перевел и использовал в научно-аналитическом тексте. Актуальность темы связана с тем, что нацизм никуда не ушел. Он расплавился и распространился в европейской, в том числе и в российской политике. Вся пропагандистская система, привычность к лжи, привычность к острому словцу, который дискредитирует государство, дискредитирует народ, сталкивает народы между собой. Все это распространилось в современной западной и восточной политике, скорее всего, тоже. Но мы про восточную политику знаем мало, мы знаем про политику Российской Федерации. И в политике, и в пропаганде нацизм никуда не ушел. А распространение нацистских политических технологий, ну уже с другими лозунгами, способствовал Нюрнбергский процесс, о котором также в этой книге кратко написано. Более подробно это будет изложено в следующих изданиях в этой серии. А здесь очень кратко описаны те, прямо скажем, подлые технологии, которые использовались в судебном процессе, и ложь, которая также широко использовалась в Нюрнберге. И поэтому Нюрнберг не поставил точку на нацизме. Поэтому нацизм переживается заново и будет пережит вновь. И геноцидные формы отношений к европейским народам уже налицо в других видах. Но тем не менее действия такого рода, которые истребляют целые народы, уже мы видим как в так называемой пандемии, ее организации, и фальсификации борьбы с этой пандемией. Мы видим в современной нарастающей войне, которая стремится к тому, чтобы превратиться в мировую. Все то, что мы не пережили в своем интеллекте, будет переждано нами наяву. Поэтому тема актуальна. Нужно знать и понимать, откуда взялся нацизм. Он не свалился с неба, как пытаются представить, в особенности либеральные публицисты, что это какое-то инфернальное, абсолютно непонятное и невозможное для объяснения явление. Нет, это было вполне логичное следствие Веймарской республики, обстановки в ней, соответственно, Версальского мира и предшествующего развития Европы. В этом кардинальное отличие от большевизма, который действительно был бесовщиной, ничем не обусловленной, ничем не подготовленной, а взрывом, можно сказать, сумасшествием, коллективным сумасшествием, который тоже имеет свои корни, но эти корни были очень поверхностные и глубоко в истории их просто нет и не прослеживается, найти нельзя. Нацизм же был вполне логичным явлением. Но нелогично, абсолютно нелепо считать, что нацизм всем ясен, всем понятен. Напротив, его постарались забыть. Уничтожена практически вся литература, она стала недоступной. В редких только случаях можно найти то, что нашел я, соответствующие брошюры. Уничтожены десятки тысяч наименований книг. Нацистов все время обвиняют, что они устроили публичное сжигание книг, что не было поддержано в нацистской Германии прямо так сплошь, хотя в пропагандистских фильмах, советских, это показывают беспрерывно и до сих пор, как штурмовики, бросают книги в костер. Но это была одноразовая акция, а большевики проводили такие акции беспрерывно и на территории оккупированной Германии, неважно, это была нацистская идеология или нет, были уничтожены все книги, изъятые уничтожены из частных библиотек, из публичных библиотек, те книги, которые были выпущены в период нацизма. Все тотально уничтожались. Их научную ценность никто не отслеживал и не пытался выяснить. Но все-таки отдельные экземпляры остались. Они благодаря цифровому миру сейчас становятся доступны. Некоторые из них, некоторые спрятаны так серьезно, что их и не найдешь, или они есть только в бумажном варианте, попробуй их закажи в каком-нибудь европейском университете. Конечно, эти тексты для нас недоступны. Но цифровка все равно постепенно происходит, энтузиасты находятся, любители, которые покупают эти книги втрейдорога, сканируют, выкладывают в бесплатный доступ, иногда в платный доступ. Поэтому есть возможность исследовать, чем был нацизм на самом деле, и чем настоящий нацизм, неизвестный нам, отличается от пропагандистских штампов, которые до сих пор гуляют по информационным пространствам в виде победобесия, в виде фальсификации, в виде огульных обвинений своих политических оппонентов в фашизме, в нацизме, в чем угодно, лишь бы обвинить, лишь бы навесить ярлык, поставить штамп. А за этим штампом что, собственно, стоит, что вы об этом знаете, какое имеет отношение нацизм или фашизм к деятельности, скажем, русских национальных организаций, русских общественно-политических деятелей. Нет, это русофобия использует старые гнусные советские социалистические методы дискредитации для того, чтобы народную память о бедствиях войны опрокинуть на своих оппонентов. Мы же должны сказать, что нашим главным врагом является кремлевская олигархия, никакие там ни украинцы, ни западники. Нет, враг сидит прямо здесь, он морочит нам голову, в том числе и в отношении исторической правды, которую мы должны восстановить. Если вам кажется или вы считаете меня своим соратником или единомышленником, я приглашаю приобрести эту книгу в издательстве «Книжный мир». Как я уже сказал, нетрудно ее найти в интернете, вы сможете ее заказать. Цены на такую литературу достаточно высокие, но не такие, чтобы их невозможно было выделить из собственного бюджета. Если этот бюджет, конечно, не пенсионерский, но даже в этом случае, наверное, есть такая возможность. Поэтому приглашаю тех, кто считает необходимым формирование русского мировоззрения, в том числе и в отношении истории XX века, в отношении к оппонирующей России нацистской идеологии, стоит такую литературу приобретать, читать, изучать и понимать, чем был большевизм, чем был нацизм, почему они схолестнулись между собой и почему они оба хуже. Слава Руси! Господи спаси!